Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Масштабные исследования молекулярно-генетические, способствующие выяснению мутационного профиля злокачественных опухолей и подтвердившие высокую мутационную нагрузку злокачественных опухолей, активировали интерес к изучению клеточных технологий, поскольку высокая иммуногенность, это, соответственно, еще и потенциальная эффективность клеточной иммунотерапии. И в последние десятилетия произошел взрывной рост не только публикационной активности в этой области, что подтверждается данными ПАБМЕДА, но и клиническими исследованиями, причем если на Clinical Trials Go с 1977 года, когда только появились первые описания этих клинических исследований, в основном и в большей степени это была химиотерапия, изучение возможностей данного вида лечения, то в последние десятилетия с большим отрывом лидирует клеточная терапия. Само количество исследований в этой области очень и очень велико. Только в 2003 году открытых исследований в области клеточных технологий более тысячи. Это исследования дендритно-клеточных вакцин, это CAR-T технологии, появляются исследования КРНК и опухоли инфильтрирующих лимфоцитов. Эволюционные процессы, происходящие в опухоли, представляют собой динамическую клональную экспансию с последующим отбором. Это приводит к формированию гетерогенной опухолевой популяции. Разнообразие клонов представляет субстрат для генетической, в первую очередь, эпигенетической и фенотипической изменчивости, и она, в свою очередь, является основным препятствием для эффективного лечения. Помимо клональной эволюции, в основе которой лежит цепь случайных событий и естественный отбор, в случае метастатического процесса мы сталкиваемся и с клональной селекцией, вызванной не внутренними процессами, а терапевтическим воздействием. Под влиянием разных видов лечения в опухоли происходит целенаправленный отбор наиболее резистентных клонов, и происходит ускользание от опухоли от иммунного ответа. В качестве одного из механизмов ускользания опухоли от иммунного ответа можно указать с утратой опухолевых антигенов, но это не единственный механизм. Также опухолевые клетки привлекают иммуносупрессорные компоненты микроокружения, регуляторные т-лимфоциты, миелоидные супрессорные клетки, опухоли ассоциированные макрофаги и незрелые талерогенные дендритные клетки. Также опухоль и опухолевые микроокружения секретируют иммуносупрессорные факторы, главным из которых будет ТГФ-бета, противовоспалительные интерлекины. Также опухолевые клетки и микроокружения участвуют в подавлении иммунных клеток с помощью активации ингибирующих регуляторных молекул. Таким образом, основная задача клеточной терапии – уничтожение клеток опухолей, для чего могут использоваться как различные популяции т-лимфоцитов, естественные киллеры НК-клетки, макрофаги, дендритные клетки, которые могут быть выделены из периферической крови пациента, могут быть выделены из опухолевого материала, генетически модифицированы, культивированы вне организма, а затем введены пациенту для индукции мощного противоопухолевого иммунного ответа. За 20 с лишним лет нашей работы в научном отделе онкоиммунологии и медицин-онкологии Петрова под руководством Ирины Александровны Балдуевой были разработаны, испытаны, зарегистрированы и успешно внедрены в клиническую практику более 10 различных противоопухолевых клеточных продуктов. С 1998 года в нашем институте вакцинами на основе дендритных клеток пролечено более 800 пациентов с различными солидными опухолями. Кроме того, в настоящее время институт участвует в разработке нового инновационного клеточного продукта с применением карти-технологий. Если говорить о не только нашем моно- и международном опыте использования дендритно-клеточных вакцин, то суть, собственно говоря, одна и та же. Мы используем дендритные клетки периферической крови пациента, из которых сначала мы отбираем предшественников дендритных клеток, затем происходит дифференцировка ДК с последующей их активацией. В качестве нагрузки мы используем высокоиммуногенный клеточный опухолевый лизат, стандартизированный по экспрессии раково-тостикулярных антигенов. Затем вакцины вводятся пациенту для проведения иммунотерапии. Почему были выбраны раково-тостикулярные антигены? Это, по сути, универсальные антигены для опухоли. В наших собственных исследованиях было показано, что профиль экспрессии раково-тостикулярных генов, изучались 11 различных видов раково-тостикулярных генов, основных подгрупп. И профиль оказался похожим в разных опухолях, как в саркомах мягких тканей, в эпителиальных опухолях и меланомах кожи. Количественная экспрессия была разной, но сам профиль был одинаковый, что позволило нам создать впечатление об универсальности раково-тостикулярных антигенов и использовать метод для лечения опухоли самых различных локализаций. Согласно внутренним клиническим рекомендациям, разработанным мультидисциплинарной командой специалистов МИД «Онкология Петрова», применение иммунотерапии вакцинами у пациентов с солидными опухолями возможно в адъювантном, в поддерживающем режиме и при исчерпанных возможностях стандартного лечения. И основными определяющими факторами для возможности рекомендации являются отсутствие у пациента альтернативных вариантов лечения с доказанной клинической эффективностью и исчерпанность возможностей стандартных режимов противоопухолевой терапии. Иммунотерапия вакцинами в адъювантном режиме производится согласно представленной схеме. Перед началом каждого цикла иммунотерапии с иммуномодулирующей целью вводятся низкие дозы цитостатиков. Таким образом, мы уменьшаем иммуносупрессорное воздействие регуляторных теклеток, которые всегда участвуют в процессах происходящих опухоли. Если пациент получает лечение в сочетании с химиотерапией, то используя метрономные режимы химиотерапии по схеме ЦМ, циклофосфан с метатриксатом, в ряде случаев это метрономные режимы этапозиды, капицитабин. Пациенты с глиобластомами получают лечение на фоне томозоламида, иринотекана или ламустина в последующих линиях лекарственного лечения. Клиническая эффективность вакцин для меланом в лечебном режиме была сопоставима с результатами применения других иммунотерапевтических средств у идентичных категорий больных. Также нами была продемонстрирована эффективность вакцин при меланоме в адъювантном режиме. По нашим данным, относительный риск прогрессирования в течение 5 лет в группе традиционной адъювантной иммунотерапии был на 20% выше, чем в группе пациентов, которые получали аутологичную дендритно-клеточную вакцину. Также не так давно на онкологическом конгрессе была доложена наша работа по иммунотерапии вакцинами в группе пациентов с саркомами мягких тканей. Контрольную группу составили пациенты, которые получали во второй и последующих линиях химиотерапию любыми другими комбинациями. А в экспериментальной группе пациенты получали дендритно-клеточную вакцину. Это было 45 пациентов. И по результатам этого исследования иммунотерапия дендритно-клеточными вакцинами позволила снизить риск наступления смерти в 2 раза по сравнению с группой контроля. В данном случае общая выживаемость у этих пациентов составила 25,7 месяцев. Это все пациенты, которые получали иммунотерапию вакцинами с исчерпанными возможностями стандартных режимов системного противоопухольного лечения. Наши собственные данные по использованию иммунотерапии в лечении глиобластом еще недостаточно велики. И мы проанализировали собственный опыт лечения 28 пациентов с глиобластомами в сравнении с данными регистра. Это исследование было опубликовано в 2023 году, где пациенты получали лечение стандартной терапией глиобластом и оценивалась однолетняя, трехлетняя, пятилетняя выживаемость. По данным этого исследования, однолетняя выживаемость для глиобластома составляет 48,8%. В нашем исследовании мы получили результаты предварительные. Однолетняя выживаемость у нас составила 62,5%. В качестве еще одной иллюстрации, позвольте продемонстрировать клинический случай пациентки. Частичный регресс метастатической меланомы у пациентки 55 лет. Он сохранялся в течение более чем 7 лет. До сих пор пациентка наблюдается. Развился этот эффект после двух циклов иммунотерапии вакцинами. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что происходит в организме после введения вакцины на основе дендритных клеток, на слайде представлено уничтожение клеток меланомы активированными лимфоцитами. Лимфоциты активировали дендритными клетками. Лимфоциты здесь представлены как окрашенные клетки. И они добавлены после активации в культуру опухолевых клеток меланомы. Лечение дендритно-клеточными вакцинами характеризуется крайне низкой токсичностью. Иммуноопосредованное нежелательное явление 3-4 степени встречались в нашем исследовании не более чем в 1% случаев. Мы проанализировали практически весь пол пациентов, которые получали лечение в нашем институте за большой промежуток времени. И тяжелые нежелательные явления, а это были крайне редкие казуистические наблюдения. Нежелательные явления 1-2 степени у нас встречаются достаточно часто. И они отражают в первую очередь особенности активации иммунной системы у этих пациентов. Более чем в 90% случаев в виде температурной реакции или лихорадки, озноба проведение иммунотерапии дендритно-клеточными вакцинами возможно при соблюдении определенных условий и критерий. В частности, мы не включаем пациентов с аутоиммунными заболеваниями, кроме компенсированного аутоиммунного гипотириоза и витилика. Для усиления специфичности противоопухолево-иммунного ответа также в институте онкологии Петрова была разработана комбинация терапии дендритно-клеточными вакцинами и фотодинамической терапией. Лимитирующим фактором в данном случае для проведения терапии вакцинами на основе дендритных клеток, активированных опухолей в состоянии фотоиндуцированного апоптоза или ФДК, является наличие поверхностно расположенных опухолевых очагов. На фоне фотоиндукции происходит повышение презентации опухоле-ассоциированных антигенов, происходит активация телемфоцетов, усиление их хоминга, повышение кросс-презентации опухоле-ассоциированных антигенов и снижение продукции иммуносупрессирующих факторов. На слайде представлены также наши собственные данные. Это гистологическая картина метастатического очага меланомы. После терапии ФДК вакциной хорошо видны участки фиброзной ткани, жировой клетчатки с очаговыми лимфоидными инфильтратами и опухолевые клетки в данном препарате не обнаружены. Персонифицированный продукт на основе Т-лимфоцитов с экспрессией химерного антигенного рецептора или картилимфоциты используется впервые в клинике с 2011 года и уже на сегодняшний день очень активно внедряется в клиническую практику. Большое количество исследований картиклеток в мире за 2023 год всего зарегистрировано около 1000 клинических исследований во всем мире. Химерный антигенный рецептор имеет общую структуру для всех подобных препаратов и состоит из внеклеточного домена, состоящего из моноклонального антитела для распознавания и связывания антигена, трансмембранного домена и внутриклеточной части, которая служит для передачи сигнала и обеспечения активации. Современные химерные антигенные рецепторы содержат компоненты еще и для усиления цицитоксичности, для пролиферации, для секреции цитокинов, устойчивости развития иммунологической памяти. Картиклетки распознают антигены независимо от презентации молекул гистосовместимости. Это способствует тому, что мы обходим вот это вот препятствие как снижение иммуногенности опухоли и скользание ее от иммунного ответа. Все карти лимфоциты готовятся одинаково, происходит сбор клеток крови, затем производство карти, включающие трансдукцию, и его обратная инфузия. В организме образуется огромное количество клеток с выраженной цитотоксичностью, в результате деятельности которых возможна полная эрадикация опухолевой массы. На сегодняшний день зарегистрировано 6 препаратов, из них 4 против CD19 и 2 против антигеносозревания Б-клеток для лечения множественной миеломы. Большей частью всей исследования, которые были посвящены, это была терапия гемобластозов, это понятно, потому что мы можем полностью уничтожить пол клеток, несущих какой-то определенный маркер, и гемобластозы относятся к категории, меньшая гетерогенность опухоли отличаются, мы можем достичь высоких эффектов. Но также в последнее время происходят уже и новые сообщения о клинических исследованиях в области солидных опухолей, например, о нейробластомах, в этом году были получены хорошие результаты исследований, более 33% полных эффектов на лечение. Сравнительная эффективность препаратов показывает, очень высокую эффективность, более 80%, ну и здесь 2-3 препарата, которые показаны, можно обратить внимание на то, что самый эффективный препарат, оксигоптоген, он еще и обладает самой высокой токсичностью. И новая категория клеточных продуктов, это КРНК-клетки, в качестве преимущества перед КРТ-технологиями, они их получают гораздо проще, очень много источников их можно получать и из культивируемых клеток, они не индуцируют реакцию трансплантат против хозяина, гораздо ниже вероятность развития синдрома выброса цитокинов, и эффективны против опухолевых клеток, которые не экспрессируют специфические антигены. Очень мало клинических исследований, еще меньше завершенных. Результаты одного единственного исследования, которое опубликовано в настоящее время, показывают, что действительно эффективность лекарственной терапии с использованием КРНК, она высока, в исследовании получены более 70% клинического ответа на лечение, включая и 50% полных регрессов. И надо сказать, что это лечение не токсично, ни в одном случае из представленных не было развития тяжелых нежелательных явлений. Таким образом, клеточная иммунотерапия представляет собой успешно развивающуюся персонифицированную область медицины. А в настоящее время клеточные технологии уже перестают быть дополнением к лечению и становятся ведущими методами терапии ряда злокачественных новообразований, показав беспрецедентную эффективность при некоторых агрессивных лимфопролиферативных заболеваниях. Все больше клинических данных показывает целесообразность комбинированных режимов терапевтического воздействия на опухоль и сочетанием как разных стратегий, так и различных методов внутри одной стратегии, например, модуляторы иммунологического синапса и дендритно-клеточные вакцины. И в заключение хотелось сказать, что эффективное применение клеточных технологий и в лечении пациентов с солидными опухолями в нашем учреждении, оно проводится в тесном взаимодействии с клиническими подразделениями. И только таким образом возможно осуществление персонифицированного подхода к системному противоопухолему лечению. Продолжение следует...